Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание к Коринфянам 4,15. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Первое Петра 1,3. Прошу напряженно слушать. Будет очень плохо, трагически, если мы это не усвоим, что нам Бог сегодня скажет. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас с воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас с воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому. Через воскресение Иисуса Христа. Вот мы приветствуем 40 дней словами друг друга, живительными, ясными, солнечными, безгрешными. Христос воскрес, из мертвых смертью смерть поправ, в сущий монобе живо дорвал. Это три фразы, три ступени. Первое. Христос воскрес. Доказывать-то ничего не надо. А что ты докажешь, когда нет ничего? Ученикам не верили. Ну, покажите, где он? А он на небо вознесся. Ну и что и доказали вы? Христа воскресшего кто видел? На земле ни одного человека такого нет. И в те времена явился, хотя он и многим, но именно своим. Он не явился первосвященником тогдашним, ну, как сегодня сказать, папам, патриархам, ни священством. Притом проходил через все препятствия при закрытых дверях. Сегодня на земле. Нетрудно запомнить это. Восемь миллиардов жителей. Пятьдесят миллионов не хватает только. А кто верит в это? Называют себя верующими многие. Я выставлял материал в университете преподавания, что она исследовала пять лет. Девяносто девять процентов назвали себя православными. А кто что знает о Христе? На триста человек только один. То есть 0,3 процента. А я это принес материал, она печатала газета, лепархиальная. А потом отдельно еще называется мракоязычество. И те, которые говорили, что православные, 20 вопросов. Преследование шло пять лет. Три тысячи человек по группам. Сыпенникова. Я не раз говорил. В воскресенье Христа. А как это доказать? Никак. Не верят. Доказать это можно только согласно твоей совести из Пященного Писания. Других доказательств нет. Он воскрес, а не верит. Здесь в Барнауле был случай, который известен на весь мир. Клавдию Стюжанина. Не думаю, не все слышали. Она жила Крупская улица. 96 номер. Как она все опутана раком. Профессор Неймор Белл, это один из лучших медиков Алтайского края. Доказательства стопроцентные. Студенты препарировали ее. Дали свидетельство домашним о смерти ее. Ну какие еще доказательства нужны? Но она вдруг встала. Я с ней встречался. Какая она была, этого не знаю. Она прямо напротив Покровского собора, магазин там была, она торговала. Многое видела. Я лично с ней беседовал. Она была психически очень поврежденный человек. Может это на нее повлияло. И то, что она рассказывала, и теперь. Она боялась причаститься, что ее отравят через причастие. Если что-то ей принесли, со своей пасеки я принес ее. Мне сказали, она тут же выбросила, чтобы не отравили. К врачам боялась. Она, что денег-то давали много, отсюда люди ехали. Поехала в Новосибирск. И там, когда она была у врача, в это время ей кто-то, она, оказывается, слышала голоса. Сказал, твоего сына Андрюшу, не знаю, в шестой, седьмой класс был. Взяли, его пытают сейчас. Она выбегает на улицу, и первая машина самосвал. Но если она показала цену за месяц, то не заработает. Он согласился, она самосвалом прилетела сюда, а я как раз там сидел. Забегает. Опять обманул он меня. Тут легко доказать. А он стал священником Струниной, если сейчас он там. Я к тому говорю, что верить надо священному писанию. Но погрежденной совести верить, это очень опасно. Вот я немножко хотел объяснить только первую фразу. Чуть побольше вторую. А на третью все внимание выделить. Потому что, ну, воскрес Христос, и все. Некоторые данные только хотелось сказать. Вот в Ветхом Завете, вместе с неканоническими книгами, восемь раз в воскресенье встречаются. 141 раз в Новом Завете. Главное внимание наше. Верой во единого, и дальше еще там распятого зоны, припольти и симпелате. И воскресшего в это не верят. Сегодня на земле отрицают это две мировые религии полностью. Когда стал говорить о третьей, и третий отрицает. Христиан сегодня на земле, статистика. Кто называется, что я верю во Христа? 2 миллиарда 450 миллионов. А всего-то 8. 2 миллиарда, почти 2 миллиарда на сегодняшний день мусульмане совершенно не верят. Они говорят, Иса, и он взял Бог. Я говорю, это другое личность совсем. Между ними 1600 лет. Это, говорит, 19 сура, 28 аят. Я ему показываю, где написано в их священной книге. Бесполезное дело. Главное событие, которое совершилось в первом веке, распятие Христа и воскресенье. А этот обманщик, когда был живой, говорил, я воскресну. И поэтому воинов нанять надо. Да у вас своя стража есть. Поставили. И что с этой стражей было? Что они видели? Камень был отвален. А камень весьма большой. И вдруг видят ангелы. А эти бежали. Бежали, рассказали все. Согласились. Нет. Ты на посту заснул? Распишись. А теперь подаем это Пилат. И он обязан казнить вас сегодня. О нет. А что, мы вам денег много дадим? Скажите, что когда мы спали, его ученики украли. А когда дойдет сведение дальше, мы Пилату уберем, что бывает, и Пилату дадим. Все решает деньги. Так написано. И тоже не поверили. Мы разговариваем все время. У меня неоднократно приходилось беседовать. Были обращения, но это мизерная доля их. Если взять 18 миллионов. А эти, которые не верят сегодня в мировая религия, это почти 2 миллиарда и 1400 лет. 1400 лет убеждают, он не воскрес. Я каждый день с ними беседую. Передо мной прошли тысячи мусульман. Доказать ничего нельзя. Единицы обращаются, принимают крещение. Но у нас же написано, Иса, это другой совсем, это пророк. Наш вот второй лицо Троицы. Христос воскрес, недоказуемо на сегодняшний день. Я могу доказать это для себя. Он меня коснулся и воскресил. Он воскрес из мертвых. Из мертвых. Он был мертвый. Он умер. Его прибили, как рисуют. Свидетелей-то было много тогда. Прободенное ребро показало из стекла кровь и вода. Это означает уже неживая кровь. Ян, когда доказывает это, он трижды повторяет. Я сам видел, я знаю, что говорил. Только как бы тройное подтверждение дает, что он умер. Умер. И как он ими вился, как они не верили. Воскрес и смертью смерть попрал. Я спрашиваю, а как смертью смерть попрал? Верующие не могут объяснить. Я стал искать доказательств. В общем-то, нельзя найти, если Писание Щелоку не давать. По разноконию 19.19 говорит. Тот свидетель. У нас есть юристы. Они знают. Большая беда судебных, бездержек и все. Лжесвидетели. Нанимают. Сколько этих судей пересажали. Там, оборотни, как угодно называют. Ну, ясно, что не он делал. Нет, подвели того. А тот страдал, страдал. Выпустили. А там уж никого. В той же Японии показали. Отсидел 53 года. Года. За него боролись и боролись. Его не было там, когда было совершено убийство. И так и не отменяли. Даже отпустили, но не реабилитировали. Просто страна вся поделась за него. И это ни один, ни два. Сколько здесь я прошел эти трубы. Доказать ничего нельзя. У них заранее уже написано, какой я должен быть. А вот второзаконие говорит. По какой статье ты давал показания. И доказывал, что не так. Эта статья падает на тебя. Насколько меньше было блажен свидетелей. Вспомним 13 главу пророка Даниила. Она красивая, Сусанна. Знатная. Смиренная. Кроткая. Она чем-то сильно понравилась. И мы не между собой договорились. По сегодняшему сказать, это прокурор края. Краевой судья. И они, когда она в купальне была. И они ей сразу поставили выбор. Если не так, мы скажем, что ты была с кем-то. И тебя казнят. А если она замужняя была с кем-то. А если замужняя не кричала. Смерть, смерть. Это вот в этой книге Библии написано. Ее приговорили к смертной казни. Вся родня рыдала. Ну, выразите себе эту картину. И идет эта толпа. И ее ведут. Она не своя уже. И вдруг раздается крик. Я не виновен в ее крови. Я не виновен в ее крови. Останавливались. Ты еще кричишь. Эх вы, судьи. Это такое простое дело. Как Соломон. Чей ребенок? Мой, мой. Никого не было. И он сразу Бог открыл ему. Руби пополам. По половинке отдать. Которая мать. Она сказала, отдайте. Только не рубите. Понятно? Это мудрость превыше. И здесь такая же история. Он говорит, разведите их по сторонам. Почему? В тюрьме, когда сидишь. И по одному делу. Идут подельники, называется. В одной камере не держат никогда. Их по разным камерам. Чтобы друг друга не передавали. В какой стадии расследования идет. И они начинают путаться. Начинают в окна кричать. И здесь. Под каким ты деревом видел? Я. Ну, по-нашему сказать. Да береза. Она одна растет в одном конце. А ты под... А увидите второй. Ты видел, что она была в отношениях с этим юношем? Ну, мы хватили. Он одежду бросил, убежал. Под каким деревом видел? Да дуб. А все смотрят. Вот в разных концах сразу. Вам понятно? И оба судья пошли под такого. Судьи. Я говорю отсюда, что есть. Поэтому нам нужно быть очень внимательным к своей совести. И второе. Смертью и смерть поправ. Вынесенный приговор Христу. Сойди с креста, мы поверим. И он за трудом говорит. Это не они кричали. Это в них дьявол кричал. Потому что возмездие за грех смерть. Грех и смерть. А в нем нет греха. А смерть пришла. И смертью смерть поправ. Своей смертью он погреб эту смерть. Этот приговор пал на дьявола. И он был связан. Где? На Голгофе. Мы об этом считаем. 2.14 послания святого апостола Павла к евреям. И как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял оное, дабы смертью своею лишить сил, имеющую державу смерти, то есть дьявол. Вот и вся причина. Невинный, приговоренный к смерти. Впервые смерть была не оправдана. Никак. Ни по наследству от родителей, потому что в грехе мы рождаемся беззакония и защиты. А тут не получилось. И он был связан. А вот третье, третье, это все через запятые идет. Ну, когда смотришь, как написано. Христос воскресе из мертвых стоит запятая. Дальше смертью смерть попрал и сущий во гробах. А при чем тут гробы? Да, явились некоторые в город после его воскресения. Явились, когда распят был, явились, он из преисподней вывел. И они умерли. Это не полное воскресение. Это блаженно, Пепелак подтверждает. Ну, хорошо. Я умер. Ну, если бы хорошее было обеспечение, как правительство где-то, вовремя, там, где бы с операцией сделали, вовремя, лучшее лекарство. И жизнь продлилась бы. Вот примерно такое было то воскресение. То есть они все умерли обратно. Второй раз хоронили, не знаю, мы не написано. Сущим во гробах. А Господь говорит, гробы окрашены. А это кому Он говорит? Которые в гробах или которые здесь? Так вот этим гробам, которые не верили во Христа, это нам, грешим, Он воссиял, как солнце незаходимое. И сейчас я хочу сказать, иногда касаясь, как готовлюсь к проповеди. Я не могу готовиться, как златоус. У него перед ним лежало 4 перевода на греческом языке. Септуагинта, Сима, Феодитоа, Феодатион, Акила. И он сравнивал и по каждому показывал. Небольшая разница, она расширяет того. Я вот сколько и списал, показать мест писания. Несколько прочту места, кто записывает, чтобы записали себе, которые я уже не мог включить. А и так очень длительно получается. Вот смотрите, 1 Коринфянам 1.3, 1 Иоанна 3.9, далее, Левитам 19.27, Марка 2.20, Матфея 17.21, 1 Тимопея 4.16, Малахий 3.8.9, Якова 4.4, что мешает гробам стаду. 1 Коринфянам 4.5, Лука 20 глава 1 стих, Луки 9.60, Даниила 5.42, 15.36, Ну и тут третью езду еще брал, 13.3 и Сирахов 12.15. Это просто показать, что не войдет то, что я говорю. А немножко мы сейчас прочитаем. То есть, сущим в гробах, это мы. Вот что сейчас будем считать, примените к себе и определите, живой я или нет, хотя бы один вопрос. А если я живой, то куда моя жизнь уходит? Это вопрос самый главный, который будет поставлен на Суде Божьем. Что нас воскрешает? Мы считаем. 2 Коринфянам 4.4. Послание апостола Павла, 4 глава, 3-4 стих. Я знаю, что некоторые обидятся, что я буду говорить. Я заранее знаю. Ну, все-таки поймите, мы берем отсюда эти слова. 2 Коринфянам 4.3.4. Если же и закрыто благоествование наше, то закрыто для погибающих, да и неверующих, у которые Бог века сего ослепил умы, и чтобы для них не высеял свет благоествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Вот кто это запечатывает все. Он закрыл, и наше благоествование, что благая весть несем, когда закрыто, они в это не верят. Они не верят в это. А это главный вопрос. Я буду особый упор делать на то, чтобы мы проверили себя хотя бы, ну, поставь задачу, одну неделю, начиная с сегодняшнего дня. Если не родиться свыше, может увидеть сарствие Божие? Ну, прямо говорится, не может увидеть. Как будто и на мытарстах не пойдет. И далее. В 8-9 считают кремлинам. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. А я же причащаюсь. Не об этом речь. Многие с причастием еще и не знакомы, как должно. Макарий Александрийский видел, когда причащали, а в это время черные эфиопы, тужа, в храме, в литургии, и в уголь толкают в рот. Причастников-то и нету. А многие неприготовленные, что больны и немало умирают. Морги забиты и кладбища причастниками. Это вот взять для себя. А теперь как день этот проходит? К чему тяга идет? Почему апостольские речи были так интересны? Ну, были же разные люди, там, Платоны, Сократы. Где эти труды? Кто к ним обращается? А вот каждый день считает Библию. Ну, не все, но я скажу, что из протестантов сто процентов почти считают эту книгу. Я не раз говорил об этом. Когда она обратилась, одна из апостейстов приняла крещение. Радостная. И сразу же надо с кем-то познакомиться. Познакомиться и натолкнулась на матушку. Ей дали несколько адресов, вот узнайте, какие наши люди православные, хорошие, много жертвуют. И она спросила только одно. А у вас сестры отдельно собираются, я-то? Сестры? А зачем? А слава Боже исследовать. Да чего исследовать? Светы от себя исследовали. Так вы не собираетесь? Нет. Так вы матушка? Да. А батюшка дома? Дома. Он сразу же сказал, сестра дорогая, забудьте об этом, что у вас там было. Этого нету. Он может быть и скорбит, это хочет. А собирается где-то? Собираются где-то священники. Но все стоит на мертвой точке. И когда узнали, что мы собираемся вот тут и другое, они буквально все кинулись на нас. Что мы не православные. Вы как баптисты, хвайте по домам. Евангелие раздаете, да кто это когда видел такое? То есть самое ценное, что у нас есть, оно опорочено в мире. И не где-то в православной церкви. Главное, на что нужна эта совесть. Вот сейчас мы будем считать места Писания. Павел говорит, подражайте мне. Подражайте мне. И давайте ему... Мы вчера, я кое-что коснулся, и тем, в ком видите сей образ. Не только ему, но и другие. В Иоанне видит там, видимо, другие, которые шли за ним люди. А если не так? А если не так, в другую сторону уйдешь. Считайте путешествие Пилигрима Джона Баньяна. На столе книга в то время была и у Пушкина, и у других. Вот, прочитаем. Откровение 14,6. Называется, критически посмотреть на это. Давайте один день исследуем, и одна проповедь сегодня. Я посмотрю, что-то изменит у нас или нет. Или как-то я как кончил говорить. Здесь поклонились до следующего раза, и в дверь уже не остановишь. Это доказательство стопроцентное, что не все в порядке. Я в прошлый раз приносил здесь, брату давал. Когда проповедь сказал, человек из баптистов, храпов. Одна проповедь. У нас за 100 лет не было во всем православием. Он к каждому обращается. Рожденных ваших детей нет. Подали заявление на крещение. Они хорошие. Но было ли это преображение во Христе рождения? Сущий в гробах родился он или нет? У нас нет таких проповедей. Вообще нету. Нигде нету. Итак, слушаем. И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благоествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. Интересно сегодня это толкование ангела по небу. Это то, что мы можем передать по интернету. Это очень похоже. Потому что и ангел называется вестник. И эта весть распространяется по небу. Благовестие. Сгорит все на земле, кроме Евангелия. Христос говорит слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Я первый раз прочитал в 62-м году. Для меня все, что я чем занимался, где достиг чего-то, все рухнуло. Не потребуется. О Библии-то я и не знаю. Уже 23 года позади за плечами. Но по милости Божией, нынче, 27 сентября, будет ровно 60 лет, как я держу эту книгу, книг, в своих руках. И по мере, которая по совести Бог позволяет, свидетельствовал. И сказать, что люди все безразличны, неправда. Сто процентно неправда. Апостол Павел, написано, продлил беседу. Да какой? И там Евтих-то еще упал. Не наши там упал Евтихи-то. С окна. Ну, юноша задремал, не подготовился. Но он говорил. Почему им было интересно? А некоторые сказали, да подумаешь, там у меня дела дома есть. Вы думаете, все разбежались? Не так. И где бы он ни был, все собирались. И исследовали Писание, так ли это написано или нет. Другого нет нигде. Я, отвечая на вопросы, в одном месте сказал. Знаете, вот говорят, что это патриархия. А мы знаем, как он страдает. Может быть. Смотрит, что совершенно не такие. Он же встречается с разными людьми. Видит. Правители такие. Ну, он все видит. И может быть, ложась спать, помолившись. Даже говорит, он с собакой там бегает. Собака у него есть. Какой же патриарх? А наоборот, мне стал ближе даже. Живой человек. Любит собак. Ну, вообще прекрасно. И вот он от длиной святыта отошел. Это бобродно сказать. И думает. Вот был бы у меня хоть один настоящий архиерей, который не то, чтобы толстеть с каждым днем. Вот по-настоящему. С Евангелем шел. Я бы тут горы свернул. А может быть, один из архиереев и думает лежит. Тоже. Ну, их много. Двести человек-то. Вот был бы у меня хоть один рожденный священник. Да я бы такие горы наворочил. А может быть, и кто-то из нас сейчас и думает. Да если бы я был так, как компостопавил, подражал ему. Да что бы я тут гнил-то. Понедельно. Встретиться с братьями, уже куда-то выскакивают, бегут. Остановите свою борозность. Вы будете искать от моря до моря потом. Я говорю, к людям хорошим. Как в фильме «Бежавший из ада». Он хороший, вон, хороших воду очень много. Очень много. Сегодня только выставили материал в интернете, которая войска там где-то на российские есть. И один-два, две недели только назад принял мусульманство. Алексей Звать. И все исповедовал. И об этом их президент, или, сказать, глава администрации засвидетельствовал. Это его выбор. Но только я могу сказать, это не был христианин. Меня часто они спрашивают, знают, что я их книгу знаю. А вы не хотели принять ислам? Я не могу, другое сказать. Я говорю, менять небо на землю, здравомыслящиеся книг никогда не будет. То есть духовного рождения нет. Крещения Духом Святым нет. Они даже не понимают, о чем я говорю. Вот сегодня нас обоих приговорили к смерти. Что ты будешь делать? А что делать? Добрые дела кончились? Кончились. А я покаяться могу. А ты не можешь, потому что за тебя никто не умирал. Возмездие за грех смерти. За меня умер Христос. Ни одна религия мира никогда не знала этого. Христос Рыгна. Только они могли сказать, Христос царствует. Я говорю, а почему люди верят? А это придумали богатые, как управлять народом. Ошибки допустил две. Во-первых, небогатые рыбаки. А во-вторых, их как раз и гнала власть больше всего. Они сказали и начали это делать. А стали делать, они не делают то, что надо. Это у нас сейчас в армию идут. Ай, Иерон, он сорвал себе одежду, сбросил. Какая армия? Я Христос. И все, мы считаем. Житие спятых. И все, больше он никогда не найдет. Что делали? Казнили. Давайте посмотрим в истории. Мне говорят, вы судите всех. Я должен сказать это. Я все проверяю на молитве. Семь раз в день. Шестьдесят лет. Неужели такие люди, как Иоанн Кронштадтский, Феофан Затворник, Серафим Саровский, Игнатий Бричинов, четырех назову. Неужели они Библию-то не считали? Да сколько ж толкований-то дали на это. Почему народу не сказали, идите и проповедуйте? Доказательства. Семнадцатый год. Ни один баптист не пошел до эволюции. Все делали православные. Вспомните, кто Каганович, Сталин учился в семинарии. Я называю эти, потому что в Библии называют эти имена. Ничего тут страшного нет. И все прошло. И опять по те же самые круги. Паломники идут. Где написано про это? Чтобы в кучу собраться, растянуться. И пишут не где-то в церковном нашем журнале. Православный вестник у них идет. Вертолет сел. Увидели? Народ идет в конце окраина. Это никто. Друг друга летчики спрашивают, что такое? Не знаю, наверное, война началась? Посадили. Подожди, что случилось? Где случилось? Ну, в конце окраина видят. Какая лента-то идет? Это из Барнула. А куда вы идете? В Корабельниково. Так это не арестованные люди идут? Нет. А там иконы щедотворные. Стой, говорит, не упади. А они сели и улетели. Ничего больше не было, не было. Это мы, щедотворцы. Православные. Ты где ни возьми. Мы все мимо и мимо идем. Возьми Евангелие. Называется благая весть. Евангелие переводится. Ну, иди скажи соседу. Ну, блин. А он не будет слушать. Э, нет. Я делюсь опытом. Меня везут этапом. А этап это означает. Конвой дается из Новосибирска до Барнула. Дальше они не ездят. Там опять в тюрьму. А оттуда, допустим, до Хемерово. Там другие ходят. Опять тебя перегружают. А там опять другое. Это на этапе называется. А на этапе самое жестокое, говорит. Это новосибирский конвой. Никому пожаловаться нельзя. Что угодно могут делать. И в это время меня везут. Я опытом делюсь. Рядом женщины. Батюшка, дайте молитвы нам. Я молчу. Он подходит. Ходит по коридору. А почему вы не отвечаете? Я говорю, параграф 19. Это пункт такой-то. Запрещает это делать без вашего разрешения. Вот как. Я разрешаю. У меня началось свидетельство. Женщины криком кричат. Не ведут их в отхожее место. Я ему теперь и говорю. Сделайте, милость. Уже все. Вагон полностью подчиняется. Захожу в камеру. Никто меня никогда не видел. В дыму не видно. Камера на 25 человек. Их 75. На одну кровать, называют шконкой. Три человека. Дыму не видать. Вот на таком расстоянии уже не видать. Все курят. Я только зашел. Мир дома сему. Зашевелилась. Вот такой, как говорят. Там балл вылазил. Кто такой? Откуда? Какая статья? Я говорю. 190 прим. Что, мента грохнул? Да нет. Это такое. И уже узнали. К вечеру. Нашли трех некурящих. Во сколько отбой. И о Евангелии. Нашли три некурящих. Вымолись тщательно руки. Все видят, как мы подготавливаемся. Ни один мусульманин к нам. Плохое не скажет. Все они тут же. И один уже наутро. Мусульманин говорит. Вы помолите своему богу-то. Я молюсь, сколько ему грозит. Ну, не меньше семи лет. Он не убил. Но с ножом свинью воровали на сторожа. И вот все слушают. Уже знают охранники. С двух этажей. Открывают камеру. Такого не видно. Но я разговаривал со всеми, кто... Ну, Зоя Крахмальникова, отец Глеб Якунин, всем летом. Дмитрий Дудко там сколько отбывал. Ни у кого этого не было. А было Евангелия с собой? Нет. А вы проповедовали? Нет. Тут сидит священник, яромонах. Он все время играет там шашки где-то. Зосима. За что? И совершеннолетний тяга. А там, пи-мишка, иди сюда к тебе пришли. Там все по-другому. И вот наутро мне и говорят. Вы молились ночью? Семь человек встали на колени. На камеру. Вы понимаете, это одна ночь-то прошла. Уже полностью владею тюрьмой. Не я, Бог мой полагает. И ваши соседи на работе. Они ведь могли быть другими. Как вы начинаете? На время Пасхи поприветствовались? Пасхи поприветствовались? Садитесь в транспорт. Перекрестились и живут вонящим, честным крестом. Чтобы полностью крест был. Не так, как руководители православности. Вот здесь где-то крестятят. Я вчера рассказывал про это. Давайте мы... Ну кто пойдет? Если не я, то кто? Был такой человек, который говорит... Я не знаю. Я пойду. Господь говорит, нечистые уста. И тут же ему осветило эти уста углем. Придумали причастие. Уголь это причастие. Крещи это лжицы, которые берут. Где вы это видели? Архангел, Серафим там взял уголь, провел Исаии. Иди и проповедуй. А Иеремия был молод, мы считаем, 11-17. Он... Я молод. Иди, пока я не убил тебя, Господь говорит. Я с тобой. Ты возни себе это. Сколько лет ты на одной работе работаешь? Где люди? Ну они все знают. Ты все им принес. Всем Евангелие дал. И сущим в ограбах. Он жизнь даровал. Через что? Через благовестие. Мы сейчас посмотрим по Слову Божию. Я прошу быть очень внимательным. Вы себя сегодня определите. А то будешь так говорить, я уйду совсем. Мне уже бросили это. Он уйдет совсем. Так ты же не ко мне пришел. Дорогой ты мой брат, сестра. Я не обращаюсь к вам, а ему как бы говорю. В храме нельзя обращаться к сестрам. Ведь Бог-то спросит. Какие ты слова сейчас кинул? Тебе нужно сейчас же покаяться и священнику это сказать. Я разговаривал со многими священниками. Которые исповедуют вплоть до патриарха. Однажды приехали только за ночь ко мне, куда мы остановились в Москве. Тайно ночью три епископа пришло. Разрешите свои вопросы. Я никто, я мирянин. Но видимо, Господу так угодно. Заходим в Тертиховскую галерею. Вы знаете, какое сокровище. Нашли одна комната икона. Я начинаю объяснять. Со мной наших около шести человек. Ну и не могу сказать. Ну не больше пятнадцати минут прошло. Полностью друг к другу прижата вся эта комната, которая посвящена картине, как явление Христа надо забить. Милицию вызвали. Милиция не может пройти. Ну как пройти-то? Замолчи, что ты там говоришь. Наконец, расстолкались. Я говорю, я рассказываю изозначение иконы. Что означает вот этот край. А вот это из откровения взято. И милиция стала вокруг меня. Вот так стояли. Взять не за что. Я продвигаюсь, и они за мной продвигаются. До самого выхода. Тертиховская галерея. Когда закрыт был собор Василия Блаженного, его открывали очень редко. Видимо, для каких-то там важных гостей. И в это время Бог позволил мне там свидетельствовать. И сколько было по разным комнатам, там показано. Они все тоже сбились. Высакинский собор. Ну просто я делюсь опытом. Посмотрите как. Она показывает. Вверх и вверх поднимитесь. Псалом. И она говорит. Это знаете, молодая, которая рассказывает им. Это на Пасху праздник большой в христианстве. Священники там одеваются. Одежда такая красная. И вот это означает. Я говорю, это совсем не так. А как? Христос во славе. Очень слава, которую ты дал мне. Я явил им. Где слава его? Когда он прославлен был, воскрес. И он ни перед кем, Христос не кланяется. Заметьте. Перед ним кланялись. А мы не видим, что он где-то кланялся. Кому кланяется? Когда он Бог. И он выходит. И бывшая его слава известна в Ветхом Завете. Она теперь только вот так ему. Хотя это благодатно было. Вверх поднимитесь, чтобы я мог пройти. Она говорит. Так рассказывайте тогда. Я еще скажу. Ну не больше полчаса. Прошло там примерно 4 гнута на разных концах. Храм большой. Вообще войти в храм никто не мог. Там билеты продают, а зайти нельзя. Она подошла. Вы тогда выйдите. Я пошел к выходу. Опустел сразу. Вот он доказательство. Я пошел и вся толпа вышла. А там уже никто ничего не говорит. Ну и у меня нет ни образования, ничего нет. Нету этого. Ни религиозного, ни гуманитарного какого-то. А теперь, знаете, Петергоф, где там цари жили. Мне пришлось там. И тоже гид. Женщина, правда. Там в другом месте мужчина был еще. Он передал всю власть. Вот вы теперь видите, сколько группы. А вам преподавали, да. И все неправда. Ну не трудно было открыть Евангелие. Живое благовестие. Я рассказываю, как проповедовать пришлось в метро. При выходе из Кремля, где эта пушка стоит. Я не встретил места, где бы люди не хотели слышать. Нигде. Только вышли из храма, там в самые ближайшие к Кремлю. Я вышел и стал говорить. И все вокруг сразу собрались. Идут из храма, вещебещерняя служба. Люди жаждут живой воды. Смотрите, сколько нас. Григорий Чедотворец говорит, когда меня назначили в этот город, называет город, где он там был. В городе было 17 только христиан. Весь город неверующие. Сейчас я ухожу на другое место. В городе осталось только 17 неверующих. До этого было только 17. И это «Жития святых» написано. Я этому верю. Потому что они не умолкали. Златоуст говорит, почему вы завалили все на священство. Я один ничего не успею. То, что я говорю, вы понесете другим? Ты мужу расскажешь сегодня? Найди его и расскажи. Жизнь – это одно мгновение. Видимо и временное, а не видимое и вечное. Нет вот при своих обидах каких-то. Ни одна обида туда не взойдет. Да сто раз простил бы только быть на небе. Быть со Христом. Итак, считаем. Я начал говорить о том, что вот Серафим, другие. Что же они это делали-то? Феофан – затворник. Господь говорит в 16-15 Евангелие от Марка. Идите по всему миру. И что? Крестные ходы делайте? И проповедуйте Евангелие. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. Креститься. Не обманом и не за деньги. Кто не будет веровать, осужден будет. Осужден означает все. Навсегда. Возврата нет. Нам нужно и молитвы, и сколько дают за покойников. Ничего не стронуть. Вся Библия криком кричит. Перехода нет. Я верующий, я молюсь за родителей. Это успокоение дает. Так верующие родители. А тут человек неверующий. На его совести, может, сотни людей, которых отвратило на церковь. И его провожают. Ну, а как? 2 октября Андрей Юродивый хоронит человека. И большая процессия идет. С кадилами гремят. Со святыми упокоя раба твоего. И дьявол идет и говорит, человека, а судью какого-то там хоронят. Повинного и называют рабом. Будьте вы проклятые христиане. Дьявол проклинает. А другие там летают. Пепел в мешках сыпят на людей. Зловонной водой кропят. Мы не видим. Он один только видел это. Я еще раз говорю. Здесь я Дмитрию Ростовскому на 100% доверяю. Это так. Я бы мог больше сказать не здесь. Это реально. Мы не имеем как таланта развлечения духов. Вот, ну вспомните. Президент, я просто скажу. Избирает самый такой голос, чтобы бубу. И вот он хоронит президента. Господи, помяни первого президента Российской Федерации. Да Богу нужны наши эти резиденции-то. Вы сейчас совсем не знаете Христа. И это говорит не кто-то. Человек, которого уполномочие из самой вершины. И люди думают так. Ну, я свидетель. Когда умер последний, можно сказать, тот, который едва сам ходил. И его жена, видимо, попросила. И во всех храмах отпевали его генерального секретаря Компартии. Какая польза, если он не покаялся? А умер во сне, теперь все показывают. Это не так. Вот образец. Я говорю, как на площади при открытии памятника Кирилла Мефодия. Говорит патриарх, который был до этого. Ну, минут 20. Слово Библия. Христос, так как христианство. Встретилось и все. Нет, это о грамоте. Вот какое учение. Надо умирать за ближним. Да где тут душу положил? А ты идешь на войну. Ты душу вытряхиваешь из людей. Человека, когда судят смертную казнь, это означает, что расправиться на земле мы не могли. Поэтому, а на небо только душа идет. Поэтому отрубаем ему голову. Господи, разберись теперь с ним сам. Вот что означает смертную казнь. То есть мы не могли больше ничего с ним делать. А те, которые приговорены к смертной казни, Павел был приговорен. Доказать? Еще не слышали мы никогда, как было. Племянник один подслушал, и история пошла по-другому. Итак, мы считаем. Матфея 11.5. Это первый раз слово воскресенье зазвучало. Знаете, откуда в Ветхом Завете было, и Лисея там воскресил, были случаи. Ну, всего три случая. Так, Матфея 11.5. В Новом Завете первый раз зазвучало воскресенье. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Вот где. Что делает наш Христос? Ты можешь назвать, когда ты воскрес? Я могу сказать, 27 сентября, в 17.00, город Венспас, Карварденберг, в 18.04. И жизнь изменилась. Это не то слово. Я умер. И Бог сразу дал и Духа Святого, и благовестие. Вот совершенно другая жизнь. Я стал с молитвой. Это не я. Тот, который... Это не моя жизнь. Я отрекаюсь от нее полностью все. Все грамоты, все туда, вниз. Один Христос. Уже на утро весь караван кораблей. Караван кораблей. И корабль один. Знали. Лапкин сошел с ума. Ничего не сделаешь. Со своего ума надо добавить. Полностью на рельсе священного писания поставить. Дальше. Просчитаем. Матфея, 22.2. Как отрицают люди воскресения. Кто они такие? Вообще не верят, что он воскресит. Меня тут два раза уже допрашивали. Приезжала машина. Я теперь... Милицейская. Сейчас чуть-чуть я это скажу. Я в одном из моментов, в книге, указал, что буддизм, он никакой связи с христианством не имеет. И напечатал статью архиепископа Никифора, 1914 год. Припечатал, в кавычках стоит. Кто-то из них пожаловался, они пришли. Потом обратно вызвали даже в отделение. Я там вторую давал, что я вот откуда взял. Но я согласен полностью, потому и взял. Там ничего нету. Ни одного слова нету, чтобы было из Библии. Итак, 22.2 Матфея. Царство небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званых на брачный пир. Вот теперь 23 стиха начните. С какого? 23 стих, здесь же. Вторая глава, 22. 23 стих. В тот день приступили к нему садукеи, которые говорят, что нет воскресения. Понимаете, они доказывали, что воскресения нет. А они признают только Тору. Пять книг. Ни псалтыр не признают. Это безбожники и сектанты, я так понимаю. А когда говорят фарисеи, там добавки, это православное. Он стоял, судил. Судил вчерашнего, не видя, что он на жизни изменился другой. Вот его ошибка-то в этом только была. Так, римлянам, 4.25. Я про Судыкеев не стал говорить, как они придумали сказку такую. Было семь братьев, и на одной они женились, все умирали. Да уже второй брат бы не взял ее, боясь умереть. Мы считаем про это было. А то семеры... Это выдуманная история. И да, на этой... Они придумали, а Господь-то, заметьте, как сказал. Ну, в Ветхом Завете-то не написано, чтобы его воскреснуто. Они доказывают. А вы считали, он сказал, я Бог Авраам Исаака Якова. Да. Да хотя бы он не ездил, что ли? Он не сказал, я был при жизни Бога Авраама, при жизни Исаака. Я сегодня, у Бога все живы. Они такая пешая. А куда же нашли теперь семинарии, академии? В каждой фразе мы должны увидеть такое, что тебя сегодня же поднимет, как на крылья. Я повторяю, сегодня может быть день тот... А когда в другое время? Я всю неделю готовился к другой проповеди. А теперь и эту. Сегодня, буквально ночью, Господь показал. Нужно сказать о Христе, о возрождении, о гробах. Я голоса не слышу. Я это нутром чувствую. Что мне хочет сказать Господь? А почему у святых ног Христа сидеть, это высшее счастье. А Мария избрала благую счастье. Ты хоть все деньги заработай, хоть сверх того угощай. Но она без этого нельзя прожить. Но она избрала самую благую счастье. Кто если не знает, это изберите сегодня эту благую счастье. Я прошу, оставайтесь на занятиях. У нас община наша, интернетное, содружество. Евангельское. У нас такие люди с разных стран. И как много они знают. И каноны признают, и все. Бог сегодня может тебе это дать. Тем более дома есть прибор, через который ты можешь. Я говорю про интернет. У нас в среднем около 11 занятий идет в неделю. И дома вот здесь, как каждое воскресенье, которое не было и не было. Но один раз останьтесь. Канон Андрея Крестского считают, даже никогда не придут. Жизнь-то кончится, и ничего не будет. А канон Андрея Крестского, если так правильно-то, там ведь 200 с лишним поклонов земных. Это для здоровья. Если бы не эти поклоны, я бы сейчас горбатый так и ходил сегодня крючком. После операции, после тяжести. А на поклонах, я просчитал это в Америке, говорит, один исследовал, новый американец пришел в православие. Все до одного сустава движутся. И шейные позвонки, и пальцы, и на ногах везде. Больше упражнение одно, там где-то помассажировал, дальше не идет. От земной поклон, да с верою, чтоб голова коснулась колени, руки. Я православный. И поэтому объясняю. А ездим? Такое нету. Но написано, и мать пришла поклонироваться Христу. Кланяться надо. А уж сколько нам святые отцы заповедуют. Есть такая, называется, щетки, лестовка. Она у тебя есть? Заключенная иногда, когда им говоришь. Они начинают из хлеба лепить, там с чем-то сделать, чтобы передвигались и было где-то. Вы даже, ну, я не знаю, сказать, что не знаете, может быть, какую силу имеет это. Я просто рассказываю свои истории. Апостол Павел не боялся рассказать. Я на работе работаю, реконструкции города, город Искитим. Пурга, вагонщик. Вагонщики люди. Но вчера у меня был разговор с одним близким-близким мне человеком. Герой веры, приговоренный со временем к расстрелу. Могу и назвать его. Александр Иванович Устинов. И он говорит, на работе все знают, что ты верующий. Я говорю, да. А где обедаете? Ну, у меня с собой. А ты совершаешь крестное знамение? Я говорю, нет. А почему? У меня отвечать нечего. Я знаю, какая реакция. Но это на завтра меня так тронуло, что я думаю, я все, последний раз. Я перекрещусь сегодня. А вагонщик там, вдруг, рядом сидят на той стороне где-то. Дьявол этот наш разговор слышал, он уже все подстроит сейчас здесь. Я решил перекрестить, вот на руке, как будто бы два пуда висит. Я подумал, да ладно, без... Сегодня я без еды обойдусь, а завтра начнем. А потом дома завтра может не быть. Я говорю, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. А у меня кроме хлеба-то ничего и нет с собой. А дьявол на той стороне тебе еще лишний кусок Бог дает. А который сидит, он говорит, тебе какое дело, разворачивается, а то обьет. А этот его, их обоих выкинули на порбу, а я здесь стою с тех пор, в вагон ли садишься, в трамвай ледешь, и из того соверши крестное знамение. Возьми наши там визитки. Кому-то же скажи, чтобы этот трек, который ты ешься, он не пропал даром. То есть, каждую возможность нигде. Поприветствуй его. И почему ты так сказал? Потому что близится всему конец. Только бы не опоздать. Это любовь и страх Божий. Из-за страха? Да, из-за страха. Был бы ты холоден или горяч, но как ты теплый, считаясь верующими. Холодно это считается из-за страха одного. Я иду, а Христа-то не знаю. А надо любить его. Что он для меня сделал? Я каждый день это перебираю, смотрю. Это какое же благо мне Бог позволил, что я на берег сошел в этот день. Какое благо? И заметьте еще, что какие у тебя есть что-то привязанности, если ты избранный Богом, Бог тебя на этом и поймает. Я в это время занимался фактически уже на семи языках. И Бог меня поймает именно в пятидесятниках. Любил бабушек. Сошел, отнесет. А то Бог же сделал так. И у него для меня сумки. Я сразу подскочил, давай поднесу. И первого просто где собирается? Вот отчинаю. То есть, чем я был увлечен? И Господь меня на этом поймал. Ровно 60 лет назад. Я делюсь вам великой радостью, что делает с нами Господь. И считаем дальше. Рименом 6,5. Мы 4,25 не прочитали. Просчитали. Хорошо. Нет, подождите, подождите. Мы еще 4,25 не прочитали. Ну, хорошо. Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Для оправдания. Выступает в священстве все. Христос принес новое учение. На днях я смотрел. Из центрального храма передают. Ни разу нигде не сказал. Он умер за нас. Нет. То есть выбранные люди по билетам пришли. Я прослушал раз, другой. Не может этого быть. Что с нами сделалось? Какая святая Русь? Никогда она не была святая. Святая там, где Господь. А Его и знать не знали. Еще. Так. 6, 5, 8, 11. 6, 5 сказали. Может 6, 5. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения Его. Смотрите, какие фразы. Ты веришь во Христа, немало не стернивайся, но подобием Его, чтобы мы были царстви небесным. Вот когда начнется страшный суд, он называется оба слова с большую букву. Страшный суд. Ну а что такое страшный суд? Они не знают ничего. И вот монахи иногда собирались на берегу, сидят, слушают. Один подошел там, как Арсений. А вы что тут сидите? Да тут камыш, говорит, как шумит, мы слушаем. Какие же вы верующие? Монах ничего не должен слышать. Это самый грамотный человек на всю империю западную и восточную. Другая женщина, она там на том берегу Нила, 30 лет она подходит, черпает воду. Более красивых закатов никогда не было. Не видно. Она ни разу голову не подняла. Ты посчитай Давида, читай Псантырь. Мне пишет современный человек, Архимандрит. Он приезжал и говорит, а почему вы говорите вот звезды? Нельзя на звезды смотреть. Я говорю, Давид все прославляет, за звезды дославит. Вот сколько же всего нанесли-то мы? Да ты посчитай здесь, он, птенцы ворона. Он знает, как вороны разговаривают. Просят Бога пищу себе. Кто где селится. Псантырь, больше не надо ничего. Почему у людей, откуда я не знаю, какое-то такое правило, чтобы в воскресенье считать 118-й Псалом. Самый большой Псалом, 176 стихов. И я решил тогда посмотреть, о чем он там говорит. Каждый стих и выписывать стал. О чем? Вот Слово Божие. Слово Божие – это Библия. А до другого и не было. Далее он говорит, уставы твои – это Библия. Закон твой – это Библия. 176 стихов, он 185 раз говорит Слово Библия. В некоторых стихах по два раза. Как же он любил Слово Божие? Как такое прошло? Самая популярная книга в мире – это не то, что сегодня. Не Евангелие даже, а Псалтырь. При ночале, при живом, при покойнике везде считают. А он к покойникам совершенно не относится. Если бы люди понимали, о чем считают, они бы боялись этого, что у покойника считать. Там все живое. Все радостное. Давайте мы… Вот увидите, где-то кто-то отпевает там неверующих. Скажите, он не был рабом Божиим. Вы же обманываете. Богу обман не нужен. Ну, хоть пару слов. Сосед умер или кто-то. Ну, чего ж такие безмолвные, как будто в самом деле монахи в миру живут. У меня брат родной. Он был в Греции. Видимо, на оконе было. Поговорить вообще не с кем. Здесь нельзя разговаривать. Сели за стол. Нельзя. Пошли обратно. А этот какой молчальник. Безмолвник. Это непростое все. Мы же обманываемся не себя. Вот Киево-Пещерские лавры. Там хоронят не вверху, а от земли. И они так, а потом кто-то как в пенал, карандаш туда вставляют покойников. Ну, кто-то. Мантины. А этот такой-то. Награды свои. Они ему приписывают первого президента Российской Федерации. А он Пимен. Много печали, много болел. И потом выздоровел. И его Бог открыл. Вот от мантины. Ну, то есть в мантии похоронили. Открыли, он убежит. Еще его нету. А другой-то там, какие у него ординаты. Ну, какие там придумывают. Стерапима там, другое там. Открыли, никого нет. А этот, а этот, на поварнии, на поварнии. А что? Да у него, говорит, еще не было такого. Еду готовил. Ну, вытащили. Вытащили, а он в мантии одетый. Блистающий, удивительный. Я верю житиям. Не выдумываю ничего. Эту книгу переиздали снова в патриархии. Почему так? Потому что за гробом другой суд будет. То, что тебе звание, медали дали, весь увешанный. А у Бога, может быть, ничего и нет. Конечно, мы кое-кого разочаруем. Как я в Крылую больницу попал, и там один пришел профессор. Он обо мне услышал. Когда стали говорить, я на каждый вопрос отвечаю писанием. Его чем-то заинтересовало. Я даже не знаю, вроде бы он татарин был. Я говорю, Библия так говорит. Ты можешь своими словами говорить? Как будто бы в цитатях малую следу насчитаешь. Я говорю, Библия написана. А я говорю, я вас сразу узнал, кто. А вы еще к Еве подходили. Вы хотите, чтобы я по-своему был, но меня за ограду выбросить не получится. Я отвечаю. Зачем мне самобытную глупость, когда есть божественная мудрость? Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет вас, то воскресивший Христа из мертвых оживет и ваши смертные тела духом своим, живущим вас. Ответ. Духом святым вас сегодня Бог должен оживотворить. Оставайтесь на занятиях. Будете решать всякие вопросы. Дорога домой проторенная. Измените тактику на сегодняшний день хотя бы. И тогда вы увидите, какое у тебя будет желание. Говорят, а я не могу. Такая скорбь, печаль. Благовестием все исчезает. Начинай говорить другим о Христе, как будто ничего у тебя не было. Это самое ценное, дорогое и самое дешевое лекарство. Ты только говори о Христе. А Христос на тебя расскажет, каким ты должен быть. Видеть нуждающих, накормил, напоил, посетил, навесил. Не сказано, поди к больному и подними его с постели. Нет, навесил. Скажи утешение слова. Это Бог нас ощущает. Страдающий плотью перестает грешить. Все жалуется на ноги. Один вопрос. На танцплощадке ходила? Ходила. Вот теперь все искривленное. Высокий каблук был. Молчи теперь. Молчи и благодари Бога. Хорошо, что у Господа есть эти лекарства для нас. Притом. Итак, 10-9. Это мы считаем послание к римлянам. Римлянам 10-9. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Если будешь исповедовать, спасешься. А не будешь исповедовать, ну тут легко понятно, букву 2 не может. И не исповедующий там этого не будет. Если ты его не исповедуешь, мимо пройдешь. И никто там уже не поможет. Я еще раз говорю. Мне приходится считать житие святых. Вчера я как раз напомнил, но кто уже не был, я скажу. Иоанн Милостивый. Сидит перед монастырем и пищальный такой, может даже плачет и спрашивает. А что такое? Как будто Бог меня оставил, сегодня людей нет. Потом 240 пришло. Пришло, а вчера это 3000 было. То есть у него ориентир взят. Это кормило, потому что пенсии не выдавали нигде. Ты маленько посмотри на это. Просчитал Павла. На него готовилось убийство. Выполнили? Нет. Но это не один, не два человека. 40 человек поклялись перед Богом, в который они веруют. Это истинные настоящие, по сегодняшему сказали бы, патриоты своей Родины. Не будем пить и есть, пока не убьем его, пока не зарежем. И тебя ждут победы. Тут день победы приближается. У нас есть и подарение, что для Христа есть победа. Он победил. Он дал нам эту жизнь. 1 Коринфян 15.14 1 Коринфян 15. Хотя можно с 14 по 17. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. По 1 стиху вам. Если Он не воскрес, а куда я вас зовут тогда? И проповедь наша тщетна. И мы еще во грехах. За тем, что я Христос воскрес, говорю, я верю, это мой грех Его распял. Иоанн Затус прямо убеждает. Ты слышал, что Он умер за всех людей. 1.29 Евангелия Тиана. Иоанн Креститель, видящего Христа, говорит, вот Агнец Божий, который взял на себя грех мира. А ты скажи, мой грех взял. Всякий верующий имеет жизнь вечную. Всякий. Ты скажи свое имя. Запиши его туда. Свое. Присвой то, что Господь говорит всем. И тогда у тебя по-другому будет. Это за меня умер. Да. И за меня его били. Да. И венец ему на голову. Все за меня. А как я чем ему заплатил? И он говорит, если ты посетишь больной, ну больной, то что там на кровати? Бог, которому нету места, нету. Просто так. Ну знаете, как у нас лучи в школе? Скорость света 300 тысяч километров в секунду. А есть годовой свет. За год. Сколько пролетает этот луч? Так нашли сегодня созвездия, отстоящие от Земли на 4 миллиарда световых лет. И там Бог. Я к тому, чтобы поняли, что не вмещается это никак. А как? Бог везде, всюду. А когда пришел больного посетить, говорит, посетил меня, на одной кровати он и лежит. Вот просто надо так это вживе себя принять, и ты пошел туда. Говоришь ради Христа. И он стоит рядом и побуждает тебя. Я прошу Господа, чтобы он поставил охрану. Конечно, не ангела, как в райские обители не войти. И мы еще не райская обитель. И все-таки оставайтесь. Я говорю о важном, важном деле. У тебя многое пойдет по-другому. Я знаю, насколько вы добрые люди. Вы здесь пишите на помощь, помогаете. Когда библейское общество к нам приезжало, этот Булатов, два раза так и приехало. Он говорит, а он до Дальнего Востока. Вы у меня вышли по жертвенности на перевод Библии на первое место. Понятно? А все, пенсии-то какие-то. Я благодарю Бога, что такие у нас люди ревностные. И чтобы, когда в первый раз разговаривают с неверующим, я не знаю, что сейчас. Первым делом выбрать бритву. Второе, начни платить десятину. Ну и все остальное, сами тебе проще-то. Всегда растряси маленько-то. Второе. Ну так, это у нас все готово. Ну да, последующий стих. Первый коринфянам. 15-14 стих до 17-го. Притом мы оказались бы и уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскресал. Если, то есть, мертвые не воскресают. И, заметьте как, вот я говорю, а Он не воскресает, я лжец перед вами стою. Неверующий Бог, ну не верю, Бог дал выбор, я имею право не верить. Можешь. Но за этим-то что стоит? Ничего. Нет. Неверующий Бог представляет его лжи. А дьявол, если лжец, вот ты скатил-то куда? Не веря в Бога, ты сразу признаешь его виновным, а дьявола выше Бога. Вот, когда начинаешь дальше считать места Писания, ну, поняли, о чем я говорю? Прямо говорится, неверующий Бога представляет его, он сказал, я не верю. Так Бог солгал, выходит. А всякая ложь от дьявола. А дьявол, если отец лжи, ты теперь куда Христа поставил-то? Вот и все. Много тебе не надо здесь знать, немножко только. Смертью смерть поправ, то есть невиновный. И все. У сатаны никаких обговоров больше нету. 29 стих. Это глава такая вся, посвященная воскресенью. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Крестящиеся для мертвых. А вы знаете, что тут интересное, как вы считали, толкование? Умер человек, но готовился к окрещению, но не принял. А крещение омывает грехи. И в 22.16 Деяние говорит, встань, крестись и омой грехи твои. Когда люди узнали, что они сами распяли Христа, предали его там. Что нам делать? Петр отвечает, три пункта. Покайтесь. Запятая. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Для прощения. А у сектантов они на первое прощают. И получите дар Святого Духа. Стижание Духа Святого – цель жизни, говорит Керафим Саровский. Ты день и ночь только думай об этом. Как бы не оказаться без внимания Духа Святого. А Дух Святой, придя на землю, что научит? И повестит о суде. О чем? О грехе, о правде, о суде. Говорят, такой смертный грех. Один смертный грех, только один. Ни два, ни три. И Дух Святой обречит о грехе, запятая, что не верует в меня. Не верит Бога, значит, измена в семье, в половой жизни, в постах. Во всем. Это уголовный ходец уже здесь будет висеть. Вот это напоминание, ты один будешь, ты не считал, а теперь-то ты это услышал. Оставайтесь. Как один говорил, когда проповедь, говорил, Карфаген должен быть разрушен. Он такой оратор был и после каждой праздники повторил. Карфаген должен быть разрушен. На конце концерта он его разрушен. Поднял весь народ. И главного врага уничтожили. Я долблю одно и то же. Идите на благовестие, придите на занятия. Ну, посмотрите сами. Не буду я говорить, ты рожден, не рожден. Ты сам определи себя. Если ты рожден, сделай все по-другому. У тебя явное изменение будет. Вот у нас открытым окном 30 томов, а там еще три сверху есть, книги есть. И там 15-16 том написано. Я обратился, ну, 18 лет были занятия в АГТУ в университете. Кто как пришел к Богу и в общину. Писали. А кто-то не написал. И сидящие здесь не написали. Притом некоторые были, которые обманным путем неудобно все написали. А больших, которые ходили, не наши, и они написали. Ну, я хотел сказать, вот один из Америки прочитал тогда книгу. А там у нас телефоны все есть. Он сразу позвонил сестре Марию Монагаевой. Это вы сами писали. Вот, заметьте, она сама писала. А ты кто такой? Я баптист. Вы еретики. Вы должны прийти в православие. Как начало, он мне потом звонит. Вот это да. Мне никто так не говорил. У нас бабушка одна, 95 лет ей было. Потеряет, не знаете, серапима была. И я на операцию согласен. А теперь врач другим рассказывает. Вот бабка попала. Я, говорит, ее там делаю. Что надо? А она мне о Боге рассказывает в это время. Если ему это запомнилось, это означает уже семя пало. Росток начался произрастать. Так, следующий стих. Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Вот, из-за Христа. Если бы он был неживой, был, невинно, пострадал. Да и много таких людей нет. Он умер за меня. И кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Ты вот все время повторяй. Это мой пришел Спаситель, Божий Сын. Я к ногам Его пронзенным с раскаянием иду. Грех мой кровью причистое смыть молю. Да, смыть молю. Так, Деяние 17.11. В Деяниях больше всего упоминается воскресенье. То есть апостолы проповедовали. А Златовуц говорит, правильно назвать не Деяние апостола, а Деянию Святого Духа. Ох как! Деяние 17.11. Здесь были благомыслине фессалонинских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Вот у нас занятия идут, которые по порядку. Вот у нас брат ведет Версий Завет. И очень хорошо ведет. Я слежу за этим делом. С большим знанием. Обращение и к истории, и ко всему. Исход идет. Так он одну главу, я не знаю, больше месяца все объясняет. Да только начало ее еще. Бог делает, как река потечет. Из чрева потекут реки воды заводят. 7.37. Евангелие от Иоанна. Дальше. 20-й глава, 7-й стих Деяния. Ежедневно смотрели так ли это. Что ты скажешь? К тебе-то они относятся. Ты каждое слово. Это я среди них. Так ли это? Кого ты приведешь-то? Бывают родственники, сектанты там, баптисты. Ты им рассказал это? Да, они им бесполезны. Нет, не бесполезно. Она не сразу прорастает. Спасеет, водитель и урожай не будет. Я попрошу помолиться об одном человеке. Из Германии. Готовился уже приехать. Трое детей. Все маленькие. Звать его Вальтер. Я не знаю, правильно. Нет, я знаю. Руководитель переводится. И жена Агнесса, и сын там Андрей. Все уже, билеты купили. Все, все, приеду. И вдруг, это сейчас события там все. Весь мир нас, говорит, познаю. Ну, это буквально так. Буквально весь мир. Там санкции в Сайки вводят. Нам до ближнего доехать. Ну, можно доехать, если из Германии. На Словакию. А оттуда-то, отсюда. Ну, это в Убилищеве. Я все просил, ищи там, ищи. Нашел священник. Как будто так. Я говорю, бесплатно. И чтобы полностью погружен. Он сказал, будет так. Я говорю, обманет. Переговори раз 20, и перед крещением скажи. Давай там, есть где река. Давай туда поедем. Потому что, если только будет в кадушке там, где тебя красить. Обязательно обманет. Почему? Ребенок взялся за это. И даже не видит он его ладоши. Он стоит вот так. Он схватился. Давить нельзя. Один священник говорит. А я стал давить, он немножко сломался. А теперь, значит, надо за все это дело платить. Ну, что же мы такие-то неразумные? Я говорю, там нет за что ухватиться. И чтобы он зашел, чтобы под грудь вода ему была. А ты ноги только пригнешь. Вот стектанты, они вот так человека берут. И на спину взаимопрокидывают. Это не крещение по образу Христа. Мы в смерть крестились. А положение во гроб. А вот как Христос поднимался, ну, когда, называется, асфиксы, задыхался. Вот в таком виде мы трижды должны быть. Сейчас он, знаете, показывает в Болгарии. Очередь конца не видать. Крестят. И ни одного не крестят. Щашка стоит какая-то. Ну, вот как стул. Ребенок вот настолько в воде. И он это все одетые. Одетые, ну, даже ни грамма не раздетые. Только ножки там, рукой раз. Тут крестят, еще маленько что-то поднимает. Вот здесь, вот так растопырена рука, вот так, вот здесь. Следующее. Явное дело, что все это недаром делается. Нигде ни один сектант и так не поступает. Глупо, безрассудно. И следующее подносят. И там начинают что-то мазать, говорить. Я все раз, что меня позавчера смотрят. Да не может быть. Да ведь православная вера в Болгарии. И это все оттуда идет. Ну, открой-то один раз Евангелие. Евнух с Филиппом оба сошли в воду. Оба в воду сошли. На моей комнате вот крещение Христа стоит черепушкой поливает. Это откуда взято? Я где-то сказал, сразу убрали. Ну, посмотрите внимательно. Что, Ян Креститель его так? А там написано, крестил близ Янона, где много воды. Зачем эти слова написаны? Полное погружение. Полное. Ни за что не надо хвататься. А он одной рукой, я говорю, воровать будет от рукой. Еще что-то будет. Она не крещеная, не обмытая. Я не могу дальше ничего сказать. Я знаю, что полностью. Вот как Русь крестили, где? Крещатик там, в Днепре. Все ушли под воду. Объяснили. И на половину головы никто не пошел. Показывает крещение Христа. Это явление Христа народу. То есть Яковской галереи. Христос идет там. И как полное... Видно, там женщина выходит из воды. Даже простое таинство не может преподать, как следует. Я отсюда делаю вывод, что надо вернуться к тому же истоку. Так. Амос. Третья глава, восьмый, тринадцатый стих. Восьмой, пятнадцатый. Амос. Три, восемь. Лев начал рыкать. Кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Понятно? Лев. Он делает сравнение. А это Бог сказал. Бог. Когда говорит, скалы трепещут. Вся земля ничто. И Бог прямое указание дал. Кто будет веровать и крестить. Слово крестить только на русском, на славянском. На всех языках мира стоит слово погружение. Тауфан, Баптизен. На разных языках. Погружение. А где погружение? Где слово крещение? В оригинале везде стоит погружение. Ну, русские переводчики взяли страдательный смысл. С крещением мы начинаем за Христа страдать. Но это не перевод. Это не перевод. Ну и тринадцатый стих. Слушайте и засвидетельствуйте. Дому Иакова говорит Господь Бог. Бог Савау. Он говорит. Еще мимо прошло. Я сегодня... Заметьте, вот это... Это необычно. Так не бывает. Я всегда проповедовал. Никогда не было. А тут не вижу, не слышу. Может быть, это последнее будет проповедь. И Бог говорит, часа, который знает, где открыть. Как мы будем искать потом это все? Почему написано, Бог говорит, дам жажду. Вот на этой стороне там написано. Жажду не воды, но слышание слов Господних. Оставайтесь на занятии. Как говорится, Карпаген должен быть разрушен. Вот это... Переномите свое отношение к этому. Только выходите, я бегу за ними. Под разными причинами, чтобы быстро уйти. Ну, нехорошо, во-первых. А во-вторых, вы будете горько жалеть. От моря до моря будут искать. Электричество не дадут, и все наши интернеты полетели. И книги-то никакой нету. Попутно скажу. Сейчас мы готовимся издать трехтомник. И все время. Вот такой молитвы никогда не было. Все молятся. Господи, помоги издать нас трехтомник. Нового завета с блаженным Афиапилактом. Вот который у нас лежит здесь. Во всем мире молятся. Я пошел тут с типографией. В три раза сразу поднялась цена. Все посмотрели. Никак. Это... Тысячу экземпляров только создать. После два с половиной миллиона. Миллиона. Я в руках таких... За раз денег не держал никогда даже. Да, который еще считает хорошо. Итак. Я заранее вас прошу. Молитесь. Молитесь. Люди, которые присылают деньги. Сбор сейчас начался. Чтобы если ему уже пошлют. И тут нашлись мои книги. Лежат у кого-то были. Спрашивал сколько раз. Не было. Сейчас нашли. Там лежат. Много лежит. Я уже сорок экземпляров подал. Сейчас сестра пересылает. Кто деньги посылал. Мы рассчитываемся. Не просто так. А если которых много, тогда остальные книги можем дать. Тут идет работа. Тебя и опять здесь нет. В другом деле ты есть. Слава Иисусу. Мне жаловаться не приходится. У меня и программисты все делают. Только скажешь и компьютер новый там купили. И принтеры. Ну. То есть сказать даже нельзя. Насколько добрые люди. Но я-то им это говорю. Чтобы не оказалось все без самого главного. Твоя душа была. Чтобы благовеститься. Тут написано благовестие. Благовестие. Ноги. Благовестие. На высоких горах. То есть все это слышно. Я вот работаю. 14-16 часов каждый день. В интернете. И вы, которые помогали. Вы со мной вместе рядом. Ваши имена я каждый день поминаю перед Богом. Каждый день. И неоднократно. И они тоже. Я знаю это дело. Оставайтесь на занятии. Еще одно место. Или два прочитаем. Исайя 6-5. И сказал я. Горе мне. Погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами. И живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Еще и наша картина вся меняется. Господь посылает там. Иерусалима. Итак. Еще что есть. Вот сколько. Это я сокращал. Сокращал. И не мог делать. Короче сделать. Прошу оставайтесь на занятии. Восславим Господа. Сколько дивных чудес с нами Бог, кстати, совершил. Итак. Христос воскрес из мертвых. Смертью и смерть поправы. Сущим в гробах нам. Стань спящим. Воскрес не из мертвых. И осветить тебя, Христос. Это ты мертвый. Сын мой был мертвым. Я жил. Где он был далеко. Оставайтесь на занятии. Богу слава за все во веки веков. Аминь. Христос воскрес. Воица воскрес.